Жители многоквартирного дома выгоняют на улицу, а мячи, живущие в аварийной двухэтажке по улице 10 лет октября, уверяют чиновники, не собираются их расселять. Не идет речи даже о денежной компенсации. Впрочем, сейчас у людей возникают трудности даже с тем, чтобы их дома признали непригодными для жилья. В некоторых домах уже опасно находиться, но в мэрии не спешат искать новые квартиры для мячи. Почему так происходит и что делать тем, кто оказался заложником ветхого дома? Данилов Ижевский пытался разобраться в квартирном вопросе. Трещины на стенах, обваливающийся потолок и невероятный запах плесени. Жить в таких условиях, конечно, трудно, но выбора у людей нет. Дом 75 по улице Латвийской признали аварийным, но новые квартиры собственники получат не скоро. Как говорят жильцы, из-за невыносимых условий большинство людей здесь постоянно болеют. Из-за туберкулеза умерло уже четверо человек. Со страхом собственники аварийного жилья ждут весны. Жители говорят, что со сходом снега вода в квартирах поднимается до уровня колена. Людмила Сердюк получила квартиру в наследство. Переезжать женщине некуда. А у нас даже фонда нету здесь, понимаете что? Окна в землю вросли. Почему не все-то? Я уже, правда, кокурочка стала. Иду на работу, попал. Открываю крышку, разговариваю. Водичка моя родная, только не поднимайся, чтобы прийти на работу. Какая у меня работа, есть только думка в доме, чтобы не затопило. При этом дом на Латвийской даже не включен в программу по переселению. Вот у нас проблема, смываем, она вот бежит, все отсюда бежит, вот сюда, все здесь. А в дом номер 14 по улице вокзальной даже почтальоны уже не заходят, не веря, что в полуразвалившемся бараке еще кто-то живет. Одноэтажку построили в 1924 году. С того времени здесь не менялась ни проводка, ни канализация. И каждый новый день для жильцов этого дома может обернуться пожаром или потопом. Жить невозможно здесь толком, все задыхаемся, здесь сырость, тараканы, мыши, мошки летают. Инженер приезжал, снимал все, тепловики снимали. Сказали, то бишь у вас стены ровные, потолок ровный, пол теплый. Сказали, никакого вам сноса, живите еще лет 50, говорит. Недавно дом обследовала комиссия. Жильцы потребовали признать здание аварийным. Но эксперты постановили, дом в порядке. Специалисты осмотрели фундамент, стены, проверили работу канализации. Дому, которому исполнилось 83 года, не хватило всего 5 баллов для получения статуса аварийного. Жители могут обратиться к экспертам, в том числе и независимым, провести экспертизу строительно-техническую и выявить все, что они считают, там, допустим, процент износа дома и так далее, все основные характеристики после этого все-таки требовать. У городской администрации направить международную комиссию и признать дом аварийным. Если, причем, граждане считают, что их права нарушены, нужно обращаться с административным заявлением в суд. Сейчас в Омске жильцы почти 150 домов ждут своей очереди на расселение. Это 2150 квартир и около 10 тысяч человек. Но в мэрии отвечают на то, чтобы обеспечить их всех новым жильем, нужно более 4 миллиардов. Таких средств в городском бюджете нет. Впрочем, почему казна пуста, вопрос, на который сейчас в том числе пытается ответить следствие. Недавно на чиновников департамента имущественных отношений завели уголовное дело. Они забыли взыскать миллиард рублей застройщика микрорайона Амурский-2. Данила Выжевский, Евгений Слепов, Артак Мурадян. Новости здесь. Омск.